Индустрия проката штормит и не слабо так. Полгода санкции оказали существенное влияние на кинопрокатчиков. Пока у аудитории, которая привыкла ориентироваться на рейтинги фильмов, низкие ожидания от показов, в связи с чем все возрастные группы реже стали посещать кинотеатры. Что делать киноделам с таким наследием людьми, которые 30 лет воспитывались на Голливуде и к чему приведет диалог бизнеса и власти «Говорим сегодня». Меня зовут Роман Лабурец. Это «Открытый вопрос». Начинаем. Сегодня в студии Евгений Гинделис, продюсер, член киносоюза, член Европейской киноакадемии. Документальное кино становится спасением и для стримингов, и для кинотеатров, и для зрителей. А также Артем Павловский, руководитель отдела маркетинга сети кинотеатров «Синема-5». В законопроекте указано не только, что все лавры кинотеатрам. Здесь ведь и авторские отчисления учитываются, и интересы интернет-платформы учитываются. Поэтому, я думаю, здесь какой-то консенсус в любом случае будет найден. Артем, я предлагаю с вас начать. Как сейчас вообще обстоят дела у прокатчиков? Чем восполняет тот недостаток из-за того, что компании зарубежные ушли с рынка? Ну, на сегодняшний день надо отдать должное. Кинотеатры и наши отрасли чувствуют себя на порядок лучше, чем было это в летний период и в весенний период. Потому что сейчас очень идет активное обсуждение законопроекта о принудительном лицензировании контента. Этот законопроект позволит нам уже на вполне законных основаниях взаимодействовать со студиями через государственные механизмы и показывать нашим зрителям западный контент. В этом законопроекту учтены интересы. Кто-то его назвал в сети легализации пиратства. Ну, это не совсем так. Пиратство легализировать нельзя. Пиратство – это пиратство. Все-таки принудительное лицензирование контента – это аналог параллельного импорта, которым сейчас у нас страна активно очень пользуется. И в нашей сфере такой законопроект тоже должен быть. Потому что зрители, они хотят смотреть и западный контент, в том числе. Нужно смотреть правде в глаза. Наши отечественные производители кино в ближайшие два года не способны, наверное, насытить рынок тем объемом. Это хороший вопрос. Способны ли наши производители кино восполнить ту брешь? Ну, я соглашусь, что, конечно, не способны. И, конечно же, если говорить про игровое кино, российское, то наши кинографисты, наши коллеги, то брешь восполнить не смогут. Об этом речи не может быть. Другой вопрос в том, что там происходит, конечно, переориентация с точки зрения разных жанров. То есть, как бы сейчас действительно происходит всплеск интереса к документальному кино. И я надеюсь, что документального кино будет больше и в кинотеатрах. Но, конечно, проблема существует. Проблема большая. Я думаю, что здесь, наверное, не надо, так сказать, это однозначно так интерпретировать. Потому что, если посмотреть на эту проблему со стороны, например, онлайн-кинотеатров, то у них к этому другое отношение. Они достаточно определенно говорят о том, что вот эти поправки в законодательство, о которых вы говорите, что они могут действительно привести к всплеску пиратства. И, как бы, с одной стороны, поддерживая кинотеатры, мы нанесем ущерб развитию наших отечественных онлайн-платформ. Которые крайне заинтересованы в том, чтобы контент был только легальным. Поэтому, в общем, какое здесь правильное решение найти, нам всем вместе еще предстоит. Здесь ассоциации владельцев кинотеатров сейчас очень плотно работают. И ассоциации интернет, ну, стриминг-платформу и с правительством. Я думаю, они какой-то консенсус найдут. Потому что там ведь в законопроекте указано не только, что все лавры кинотеатрам. Здесь ведь и авторские отчисления учитываются, и интересы интернет-платформы учитываются. Поэтому, я думаю, здесь какой-то консенсус в любом случае будет найден. С точки зрения документального кино, мы, например, отмечаем сплеск интереса зрителей как раз к документальному кино. Потому что мы в рамках своей сети начали немного больше ставить такого контента. Потому что, ну, свой зритель идет, это факт на этот контент. А в каком формате ставится контент? Отдельно продажа билетов на документальный кино? Да, то есть это прямо отдельные сеансы, да. Такие же, как и обычное игровое кино. Просто раньше, если это был один сеанс в месяц, то сейчас мы на три вышли сеансы в месяц. Потому что видим, что у людей есть такой запрос, и людям это интересно. И зритель начал более воспитываться, что ли, на этом кино, и он стал более культурный. То есть у зрителя есть запрос на более глубокие картины и на более глубокие фильмы. А есть какие-то, может быть, цифры по заполняемости кинозалов? На сегодняшний день, могу открыто сказать, средняя заполняемость одного кинозала составляет 6%. Но это немного. Нет, ну это, в принципе, называя вещи своими именами, это, в общем, катастрофа. Да, и поэтому действительно документальное кино, оно становится, в общем, в каком-то смысле спасением. И для, так сказать, и для стримингов, и для кинотеатров, и для зрителей. Потому что действительно хочется каких-то новых впечатлений, хочется каких-то ответов на вопросы, которые у зрителя есть. И документальное кино в гораздо большей степени может это дать, потому что оно оперативнее, оно в каком-то смысле эмоциональнее. Звучит так, как будто бы из того, что есть, посмотреть, ну придется вот это. Да, так и есть. Конечно, так и есть. А почему тогда все говорят о высоком спросе, прям росте? Откуда он берется, откуда формируется это мнение, что люди хотят смотреть? Что больше просмотров на онлайн-платформах становится? Ну, даже еще до тех событий, которые мы сейчас обсуждаем, если посмотреть на линейку оригинальных документальных проектов Netflix и на те цифры просмотров, которые они давали, видно, что это были очень успешные и коммерчески успешные проекты, и отдельные документальные фильмы, и сериалы. И Netflix как локомотив индустрии, в принципе, интертеймента и нового контента, он начал влиять и на спрос в остальных точках. И то же самое происходит и на российском рынке. Вернемся к игровому кино и к лету прошедшему, да? А как выкручивались студии? Я слышал, что был прокат в формате дополнительного фильма, то есть человек приходит... Предсеанс его обслуживания, да. То есть это все в соответствии с действующим законодательством. Мы, например, в рамках нашей сети за это не брали ни копейки, это просто перед сеансом было обслуживание, в том числе и по кастам зарубежной картины. А уже потом шел основной фильм. По сути, это не коммерческая история. Человек не платит за это деньги, соответственно, контент распространяется не за деньги. Давайте посмотрим мобильный опрос. Мы поговорили с людьми на улицах, что они думают о российском кино. Внимание на экран, после вернемся к обсуждению. Ну, есть любимый режиссер даже, Юрий Быков, прям фильмы. А социальные драмы, это мое, это про Россию, это на... Все российское, этим очень хорошо. Пускай больше работают, приносит нам радость. Мне мало нравится режиссеров, которые можно было посмотреть, и отмечу, наверное, только Сигарева. Но это тоже не всем подойдет, но жизненно и ближе к нашей жизни. Так, не могу вспомнить ни одного современного хорошего фильма нашего. Вообще не нравится. Отлично. Смотрите? Да. А какие-то, может, режиссеры есть любимые? Гайдай. В основном старые, да? Ну да. Не смотрю. Почему? Потому что не интересуют. Мне очень приятно, что сегодня у нас снято столько много фильмов. То есть, Иван Семенов, второклассник и второгодник, по щучьему велению на Усвинских скалах, одна и многое-многое другое. Все с нетерпением ждем сердце Пармы. Всякие фильмы любим, мелодрамы любим. Российские? Российские, конечно. Иностранные фильмы вообще не смотрю. В основном только российские смотрю. Нравятся эти фильмы. Евгений, вот мы послушали, тут многие люди говорят о фильмах и называют те картины, о которых не знать стыдно. А что с современной киноиндустрией? Почему так сегодня не говорят про фильмы, которые сняты в 2020-2021 годах? Почему не говорят? Было два зрителя, которые упоминали. И Сигарева, и Быкова. Это режиссеры современного российского кино, которые работают сейчас. Наоборот, я слушаю этот опрос и думаю, какой замечательный в Перми зритель, насмотренный, в курсе последних тенденций отечественного кино. Поэтому я это интерпретирую как, наоборот, из пяти человек двое могут назвать Сигарева и Быкова. Это круто. Ну да, это верно. Артем, что будет с индустрией? К чему мы все-таки придем? Ну, мы видим только светлое будущее. Ну, в чем оно проявляется? Оно проявляется в том, что здесь, наверное, важно заметить, что отрасль потихонечку, но маленькими шажками начинает достигать какой-то договоренности и понимания со стороны профильных ведомств, правительства. И, наверное, мы выйдем на какой-то уже более позитивный диалог с пониманием той проблемы, которая создалась и у кинотеатров, и у продюсеров, и у продакшенов фильмов. Производителей-то хватит? Студий? У нас студий, пальцем сосчитать, которые крупные игровые кино снимают. Я думаю, студий хватит, потому что... Я боюсь, что отсутствие конкуренции приведет к тому, что мы будем получать такие средние показатели по просмотрам, по отзывам аудитории. Ну, тут я, наверное, поспорю, потому что я все-таки считаю, что у нас очень много тех скрытых талантов молодых, которые снимают действительно хорошие картины. Например? Алексей Нужный. В свое время он выстрелил, снял замечательные картины «Огонь», «Я худею» и другие. И сейчас они тоже снимают картину. Замечательные фильмы, которые никто не ожидал, но они выстрелили. И таких ребят у нас на территории России, я считаю, что очень много. И фестивали это показывают, да, и конкурсные работы там различные это показывают. Поэтому я думаю, что здесь не стоит сомневаться в том, что конкуренции не будет. Конкуренция будет. Только надо этим ребятам дать дорогу и зеленый свет. А есть ли понимание, что эти зеленые светы дадут и дорогу тоже? Я боюсь, что крупные студии их сожрут. Ну, смотрите, мне кажется, во-первых, дело спасения утопающих – дело рук самих утопающих. И я не думаю, что здесь, так сказать, кто-то индустрии может помочь, кроме самой индустрии. Это первое. Во-вторых, мы не знаем, о каком горизонте мы говорим. То есть, ваш оптимизм прекрасен, если это будет краткосрочной ситуацией. В долгосрочной ситуации я не вижу никаких оптимистических прогнозов. Потому что все последние годы развития интенсивного и бурного российской индустрии были связаны с ее интеграцией в мировые процессы. То есть, мы не снимали фильмы только для российского зрителя. А снимали фильмы так, чтобы они были интересны всей международной аудиторией. И российский рынок, к сожалению, слишком маленький для того, чтобы индустрию в том виде, в котором она сейчас существует, поддерживать. Поэтому в краткосрочной перспективе действительно мы, может быть, как-то продержимся. Но если это будет длинный сценарий, то это приведет к глубокому кризису. Тут никакого другого решения нет. Ну, здесь тоже немного можно попарировать. Потому что все-таки и западные киностудии – это бизнес. То есть, ребята из бизнеса. И кинотеатры коммерческие – это тоже ребята из бизнеса. И та, и другая страна стали заложниками западной какой-то политической ситуации. То есть, не те ребята не хотят уходить отсюда. И мы-то как бы не особо желаем, чтобы они уходили. Потому что масс-маркет, он и есть масс-маркет. Люди любят смотреть массовое кино. Поэтому мы никуда не денемся в ближайшие годы. И я думаю, что наш рынок способен тоже на уровень выйти на такой. Если говорить о цифрах, не получится ли так, что кинопроизводители будут вкладывать деньги в производство фильмов, понимать, что эти фильмы не окупаются у нас на территории страны, и, соответственно, резать те бюджеты, которые они в дальнейшем планируют использовать для производства новых картин. Есть такая вот перспектива? То есть, мы получим в итоге такие малобюджетные полнометражные фильмы, игровое кино. Здравствуйте. Нет, конечно, это неминуемо. Та ситуация, в которой мы находимся, неминуемо ведет к потере качества. Говорить о том, что качество российских фильмов от этого вырастет, я бы не стал. Оно, конечно, станет хуже. Потому что конкуренция, естественно, была локомотивом развития российского кино. Если мы сравним российское кинообразца начала 2000-х и российское кино 2020-го года, то мы увидим, какую огромную дистанцию российское кино преодолело. И преодолело оно в условиях вот этой конкуренции. Другой вопрос в том, что действительно есть какие-то другие сегменты, которые могут развиваться. И вот в частности, я считаю, что документальное кино будет развиваться очень интенсивно. И первый, например, как раз является тем местом силы документального кино, где происходят очень интересные процессы. Я боюсь, что документальным фильмам будет тяжело привлекать внимание аудитории, которая 30 лет воспитывалась на формате голливудских экшенов. Ну, заменить голливудские блокбастеры документальное кино, конечно, не может. Конечно, не может. Но, тем не менее, завоевать какой-то сегмент аудитории может. Перешли к документальным фильмам уже так основательно. У нас сейчас в Пермифе, поэтому посвящен целый фестиваль. Что говорят? Какие перспективы? Есть ли таланты? Ну, смотрите, значит, во-первых, вот здесь в августе проходила лаборатория, которая называется Let's Dock. Это как раз, так сказать, формат призванный для того, чтобы молодые кинематографисты, которые хотят снимать свои первые или вторые документальные фильмы, чтобы они, так сказать, прошли через тренинг, прошли через помощь экспертов, подготовили свои проекты гораздо лучше. И дальше вот сейчас, как раз вот сегодня, только что закончился первый день представления их проектов международным экспертам, которые прилетели сюда из самых разных стран. Здесь много продюсеров из Турции, из Ирана, из Индии, из Европы в том числе. Поэтому здесь происходит интересный, так сказать, такой инкубатор каких-то новых идей. И я вижу, что действительно есть очень много молодых, талантливых ребят из Перми, и не только, у которых есть интересные истории. И эти истории, я уверен, будут интересны и достаточно широкой аудитории. А в Перме в этом плане уникально? То есть это только мы так в такое внимание обращаем? Ну, мне кажется, что за те годы, которые здесь существуют, и Пермская синематека, и фестиваль Флэртиана, а это уже больше 20 лет, за эти годы здесь накоплена огромная экспертиза. И с точки зрения производства документального кино, и с точки зрения работы со зрителем. Вот как сделать так, чтобы это документальное кино было интересно самому простому зрителю, который приходит в кинотеатры. И Перм стал таким вот местом силы. Я вообще в прошлом году, когда мы здесь встречались с вашим министром культуры, как бы родился такой неожиданный термин, что Перм – это документальный Голливуд российский. Согласен? Я думаю, да. А что, в связи с чем можно так называть? Не только же форумы, а спецсоции вот этому? Ну, здесь много режиссеров, которые как бы вышли из Перми. Например, вот замечательный совершенно мастер, у которого своя мастерская во ВГИКе, Борис Караджев, он родился в Перми, и он не один такой. В общем, как бы это такой вот процесс, который как бы идет, идет годы, и вот он приводит к таким результатам. Кинотеатр, документальный фильм, мы уже говорили, что увеличивается количество показов, но на документалистику кинотеатр смотрят как на способ заработка или на что-то другое? Ну, пока, наверное, это больше какая-то имиджевая составляющая, потому что, ну, к сожалению, пока эти проекты не про заработок, надо тут смотреть правде в глаза, но есть интерес у зрителей, мы видим в этом некую перспективу. Ну, не скажу, что во все проекты там заходят зрителю, но какая-то часть их точно заходит, и все-таки, наверное, да, за этим есть какое-то будущее, и какую-то часть аудитории из масс-маркета, документальное кино способно завоевать это факт. А есть сейчас понимание, как это сделать? Пока что, к сожалению, нет, я думаю, нам с коллегами надо это очень плотно и долго обсуждать. Проблемо, да. Чтобы проводить, ну, пока, наверное, это все-таки через фестиваль подобное проводить, потому что мы вот буквально за месяц на наших площадках по России там провели ряд фестивалей. Например, в Татарстане у нас там четыре дня просто битком полные залы целый день. То есть интерес есть. Я думаю, что пока как-то через фестивали нужно заходить. А по какому принципу определяется, какой фильм показывают в кинотеатрах документальный? Мы, во-первых, у нас отделки на прокаты отсматривают эти проекты все на определенных мероприятиях и уже по своим там схемам, методикам оценивают потенциал этого проекта. Если они видят в этом потенциал, мы его берем в прокат. Если нет, ну, увы, в каком-то другом формате, возможно, в будущем мы его покажем. А есть какие-то условия? Да, абсолютно нет. Любой может к человеку нам прийти, который занимается производством, нам сказать, я хочу показать свою картину на широком экране, мы как бы обсуждаем с ним. Мы сейчас как раз с несколькими режиссерами ведем переговоры на предмет показа их авторских работ. Сообщество способствует этой кинопроизводственной? Конечно, способствует. Конечно, потому что у нас есть профессиональное объединение, которое называется Гильдия неигрового и документального кино. Но в этом году мы будем, между прочим, вручать впервые от лица Гильдии премию за лучшие документальные фильмы и за лучший документальный дебют, что призвано, скажем так, повысить престиж документального кино и, в принципе, привлечь к документальному кино внимание широкой аудитории. То есть здесь мы действительно должны все вместе работать над тем, чтобы больше документальных фильмов попадало в кинотеатры, чтобы они сопровождались хорошими маркетинговыми компаниями, чтобы их визибилити была гораздо больше, чем то, к чему мы привыкли. И, в общем, опыт у нас в этом смысле есть, накоплен за последние годы. Мы знаем, как это делается. Судя по нашему разговору, пока что вся индустрия не бьет в колокол, не кричит «Все, пожар, гори!». Но мы уже побили и покричали. Нас не совсем услышали, скажем так. И мы начали уже сами себя спасать. Да, а вот по поводу спасения хотел поговорить. То есть те страны, которые не отвернулись, в частности Индия, они же тоже у них большое про кинопроизводство. Ну да, дебилевого кино. Имеет смысл смотреть в этом направлении сейчас? В какой-то степени, наверное, все-таки имеет. Буквально вчера на меня как раз-таки вышел продюсер из Индии, который ищет дистрибьютора на территории России пакет своего фильмов. Мы сейчас с ним будем работать. У нас индийские проекты в нашей сети заходят очень хорошо. Но это, конечно же, опять-таки студенты из этой страны. У них есть определенная культура посещения своих фильмов. Но несмотря на это залы битком. И блокбастеры они снимают не хуже Голливуда. Честно говоря, потому что я сам посмотрел, но там спецэффекты, дай бог, будь здоров. Ну да, все мы знаем прекрасные сцены, которые гуляют по интернету. Индийский кинематограф сейчас вышел совершенно на другой уровень. То есть это все, что мы видели 10-15 лет назад, сейчас уже такого нет. Сейчас действительно какие-то красивые картины с нереальными спецэффектами. Да, есть там переборчик немного, но уже что-то другое. Ну хорошо, есть ли еще такие примеры? В какие направления можно смотреть? В какие страны? Мы увидели потенциал и в казахском кино. Как раз-таки на фестивале, который у нас буквально 2 недели назад прошел. Есть неплохие картины у представителей Египта. Гуля, представители Китая тоже показывают неплохие картины, но специфические на своего зрителя. Но возможно, со временем наш российский зритель что-то в них прочувствует. Вот, наверное, три направления. Казахстан интересная история. По себе и мое мнение со стороны непогруженного человека, мне кажется, у них очень хорошее кинопроизводство. В том плане, что и они знают, как снимать. Я просто несколько короткометражных фильмов смотрел за производством ребят из Казахстана. Довольно неплохие. У меня есть еще одно для вас предложение. Гораздо ближе, чем Индия или Казахстан, есть феномен якутского кино, которое развивается очень интенсивно последние годы, которое добилось совершенно невероятных успехов у себя внутри, в Якутии. И, в принципе, я считаю, что сейчас прекрасный момент для того, чтобы якутское кино вышло уже на национальный уровень и показывалось на федеральном масштабе. Там сильные уже режиссеры, которые реально в коммерческом кино работают. Мы смотрели несколько работ, отсматривали якутских режиссеров. Они неплохие. По-моему, мы даже их ставили в прокат. Возможно, мы не в то время их поставили. Они, к сожалению, не выстрелили, не собрали даже тех денег, которые мы минимум планировали. И режиссеры тоже планировали. Возможно, да, в этом тоже какая-то перспектива есть. Мы за якутским кинематографом тоже так пока наблюдаем. Все путем проб и ошибок, правильно? Сейчас только на ощупь идти. Ползком. Сейчас сложно спрогнозировать. Если раньше мы прогнозировали минимум на год, а то и на три года могли спрогнозировать ситуацию. Сейчас мы на полгода не можем прогнозы какие-то составить. У нас аналитики просто составляют максимум на месяц. Привет. Ну, я думаю, что нам ползком получится, на ощупь ползком получится к чему-то хорошему и стоящему прийти. На этой такой позитивной ноте закончим. Это была программа «Открытый вопрос». Я и ведущий Роман Лабурец. Увидимся в следующую пятницу. Нам будет о чем поговорить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова